Привет всем, дорогие друзья! Сейчас мы пойдем прогуляемся и споем песню. Мы корзиночки несем, хором песенку поем. Урожай собирай и на зиму запасай. Пошли поищем что-нибудь у себя в охороде. А еще, Илюш, знаешь, что покажем? У меня просили показать уток все, а то говорят, у вас нет уток, у вас нет уток. У нас есть утки. Пойдем сначала сходим к уткам, как кусочки, листочки рос, как будто кто-то набросал их, но теплынь 20 градусов, товарищ. Октябрь месяц. Пойдем сначала к уткам сходим, а потом не в бассейне, конечно. Так, пойдем. Заходи, я дверь закрою. Пожаловать наше владение. А, я могу говорить, да? Вот, так что вот так. Вот сейчас мы вам покажем уток мускусных, а то все спрашивают, Юля, у вас что, у вас нет уток? Да у нас все есть, просто невозможно все показывать. Вот. Это вот, смотрите, что. Это у нас... У них какая-то как санатория, вентилятор. Санаторий. Здесь у нас были бролеры летом, а сейчас бролеры сидят уже в клетках, которые, ну, остатки. А это наши куры. Ну, это не все куры, конечно. У которых, вы знаете, санаторий. Вот, кстати, я хочу, Илюш, сразу им сказать, что если посмотреть, вы видите, как здесь сухо. Очень сухо. Я купила осушитель подстилки. Вот. Вещь вообще шикардосная. Вот ее сыпешь, и здесь всегда сухо. Вот все лето здесь сухо. Вот. А сейчас пойдем мы куком. Вот, вспомни, когда ты начинал такой курей разводить, ошибка начинающего куровода. Что первое надо запомнить? Вот я хочу завести кур, что не надо в кормежке. Нет, не в кормежке. Самое главное, вы должны понять, для чего вы держите птицу. Наступает момент такой, иногда мне пишут, вот курица там хромает, сломала лапу. Дорогие друзья, пусть вы на меня скажете, что я жестокая, но нужно понимать, что птицу вы держите. Для еды. То есть птица, которая, вы чувствуете, что она, ну, какая-то уже не такая. Все-таки ее надо уже забивать, потому что вы начнете ее лечить. Короче, не надо привыкать к птице, как попугайчику. Не надо. Нет, нет. Это... Ну, а кормежке, мама, вот что она пожрется и сдохнет? От чего она может? Надо понять, что курица, это не свинья. Как многие варят каши, варят отходы. Нет. Вот. Если у нас и есть пищевые отходы, ну, сейчас у нас с папой борьба, я на грядке, варили, варили, и был падеж птицы, и вот все это мы, знаешь, шишки набивали, набивали. Но вот сейчас, дорогие друзья, если даже и есть, вот видно там, мы вот прям в таз им высыпаем все сырое, они все с удовольствием съедают. И, конечно, это все... Нет, нет, нет. Если единственное, что можно запарить зерно, но не варить, то есть, вот не показывает, но так вот, курица, как должна она, да, какой у нее помет должен быть. Ну, помос, помос не должно быть. Так, пойдем в сарай. Загорожен мы посадили здесь яблони 5 штук, а они же ведь кору могут склевать, мы их загородили. Так, ну, идем в наш сарай, с сарай. И с Ильей мы еще тут не гуляли, все говорили, что там это. Вот, это вот так, сейчас вот я уже показывала не раз, но все равно, знаете, повторение матки учения. Да, это вот, ой, ну ты мой красавец. Это бролеры, вот, бролеры, которых мы оттуда уже убрали, потому что там холодновато, и они сидят вот в таких клетках, вот. Я вам хочу сказать, мне больше понравилось клеточное содержание, очень, да, очень хорошо. Вот тут они тоже, иди, Люша, вперед. Они меня не покурят? Нет, они тебя не покурят. Предпочтение, что ты отдаешь клеточкам? Клетки, да. А от свободы что они там гуляют? Нет, от свободы гулять, бролер не должен гулять, должна гулять птица. Вот здесь вот молодняк птицы, опять, если его сейчас я выпущу на улицу, вот, все-таки и ночь холодная, и все, и земля холодная. И, кстати, да, дорогие друзья, если идет на улице дождь или изморозь, или очень грязно, никогда не выпускайте птицу, перестанет нестись 100%. Все, посмотрите твои курячие владения, пойдем в огород. Пойдем дальше, ну, подожди, ну, если что ты сделаешь, и два ролика, идем, покажем, вот как, идем сюда, не бойся, ма, вот. Вот, как же поступать, это молодые петухи, это молодые петушки, майский выводок. Нет, они нормально, нормально. Вот, смотрите, здесь их очень много, здесь их, по-моему, 20 штук, выгул у них есть на улицу, там, клетка. Сразу отсаживаем, потому что не затыкай нос, это все нормально. Они, дело в том, что эта птица, вот, их посадили, как вместе, как они были в детстве, они друг друга не клюют. Пошли, прям, нос прям. Там деревня пахнет. А чем тебе должно пахнуть? Тройным одеколоном, что ли? И рамками. Вот, корм должен быть всегда в кормушках, всегда. Пошли. Ну, лучше, пойдем, чтобы... Ой, куда мы вошли? Ой, это же эндоутки, да? Вот, это эндоутки. В общем, короче, я вам хочу рассказать. Вчера у нас тетя пошла в огород за помидорами, приходит и говорит, я выхожу, сидят они на соломе, на грядках. Они свободно перелетают и перемещаются. Вот сегодня мы... Их у нас 56 штук. А я хочу, знаешь, что сказать? Крыли резали. Мам, как будто у тебя их стало много. У тебя было две Василии и Федя. Вот этот какой-то у тебя был Федя и Маша. Ну, какая-то, да, нам тогда дали одну утку. Да, и мы ей купили селезня, да. Лучше, чем обычные утки. Конечно, они постные, у них мясо. И вот я хочу... Чем она хороша, эта утка, она постоянно набирает вес. У нее нет стопора, понимаешь? То есть она растет и растет. Вот сейчас вот эти селезни, вот, видишь, он еле идет. Они доходят где-то 5-6 килограмм. Но надо понимать, что это взрослая птица. Ей вот год. Да? Да. Сейчас мы будем вот, как говорится... Но маку, это утки с курицами не это? Они вась-вась, не живут? Нет, они живут. Но мы не сажаем отдельно, потому что утка грязная птица. Вот, видишь, все, они в воду, они любят вот этот плюханье. Мы отсюда можем перейти? Нет. А почему не продумано так? А потому что нам не надо отсюда выходить на огород. Ладно, идем, черепараться показала. Пошли. Пойдем в огород, в теплицу сходим, чтобы они не укупают. Вот, ну, конечно, я вообще в этом году, я очень довольна. Работа была сделана большая, да, по курятнику, по постройке, все. Много очень сделали, вот, ну, я довольна. О, о, вот тебе. Ну, а что ты хочешь-то? Ого. Ого. Хорошо в деревне летом пристает говно к штиблетам. Вот, вот так. Девочки, тепло, гуляйте, гуляйте. Скоро уже все будет холодно, и вы пойдете на зимние квартиры. Сама говорит, девочки, девочки, а потом, говорит, имена не давать. Такие прикольные, если есть сладкие. Нет, у нас дворняжки. Мам, смотри, какая дворняжка и какая нарядная. Да, нарядная. Так и в жизни бывают люди дворняжки, а как нарядятся. Как нарядятся. Скажешь, что уж пошли. Боится, нифига. Беленькие, беленькие? Беленькие, сиреневенькие, они разные, есть розовенькие. А понюх... Ну ты в клумбу сажал, там Василий. Ну они быстро отошли. А понюхай. Понюхай. Ну да, пахнет обычно здесь очень. Прям. Питуньки. А мы давай сейчас дома подснимем питуньки. Скажем, что мы с ними сделали. А что вы с ними сделали? Я их занесла готовить к черенкованию, да. Пойдемте так, тоже, смотри, нормальненько, да? Тоже, да. Что, они перезимуют, на следующий год будет вообще песня. Я люблю ромашки, ма. Ну это дичка. Ну и что, а где полевые? Вот там хорошие ромашки. Здоровые. Вот они на следующий год будут хорошо цвести уже, видишь. А они многолетки? Да, они многолетки. Бери ведро с помидорами, пойдем мы покажем, что у нас там. Кошка у нас. Качели, глин, купили для кошки. Когда мы-то сядем на костюм. Илюш, сейчас покажем еще одну кошку. Как она у нас лежит-то? Это вообще? Да надо, пока погода. Погода, погода, погода. Мам, вот только так вот, вылазли. Нет, что я бы не слаблюсь. Прям три и сбросил. Ага, смотрю. Сильки наши еще. Они у тебя на глазки. Смотри, как они в горшке, да? В горшке вообще. Да есть, ну вот полить можно, вот поливала. Да не придумывай ты, они сырые. Что? Нет, это наша, это Ольга. У нас натюрморт всех. Дорогие друзья, я говорю очень тихо, потому что наша Белла Муча облюбовала вот этот, представляете, пустой ящик. Ну я решила, дорогие друзья, я не буду этот ящик убирать. Да, потому что он горячий, он на солнце нагревается, от ламп еще тепло. Я не буду его убирать, потому что она может так лезть на рассаду. Да. Да, не буду. И вот я хочу показать, вот. Все цветы, что у нас были, ну вот, да, мы уже, вот видите, вот в зиме готовим пегони, папоротник. Видите, только как, смотри, хорошо от цвета оклемались, смотри. Да, вот, очень хорошо, смотри, уже декабрист, сошел с ума, цветет в декабре, но он уже выпускает бутоны, собирается цвести. А здесь вот, что как раз таки... А вот это вот это, смотри, вот хорошо попер, да. Очень хорошо попер, да. Вот, и видишь, что, петуния, это петуния, я их обстригла, занесла. А куда мы будем черенковать? Будем, вот, когда они хорошо отрастут, вот, они стоят под лампами, да, и будем рассаживать, будем черенковать их. Вот, а что я еще хотела, поливаю я вот такой штучкой электрической, представляешь, герань, Илюш, а вот такая, нет, я семена такие посадила. Прикольно. Вот, такие семена. Ну, алоэ, алоэ, надо поливать, и надо потом подставить. Нет, просто вот я чем поливаю сейчас, чтобы не лить, вот этой штучкой, и очень удобно. Так, надо что-то придумать, какой-нибудь лайфхак, короче, с улицы мы все притащили, да? Да, с улицы все притащили. Кошка-лукошка. Колёсико- ludzie по-крусочку